Всем привет-привет! Вы на канале VODGSN и на продаже появился Sway. Как он только не появлялся у нас в игре. И в рулетке его уже выставляли, и бесплатно его раздавали. Ну а вот сейчас выставили его на продажу за 3500 золотом в составе набора. Кто-то скажет, что дорого, кто-то скажет, что нормально. В общем, у каждого вкус свой. Я же выскажу свое мнение по поводу данной машины. Кое-что вам расскажу в отношении прикола данного набора. Ну и обязательно выгоним машину из ангара. Также, ребят, стоит отметить, что у меня есть два видео на канале по поводу Sway, которыми я готов с вами поделиться и положить вам ссылочки. Не забуду обязательно в описании к данному видосу. Плюс они вот здесь, вот здесь сверху будут всплывать. Вы спросите меня, зачем я опустился вот сюда, к дням према, которые здесь продаются, а я вам хочу кое-что показать. Обратите внимание на стоимость 7 дней према каунта, 1250 голды. Если вы нуждаетесь в днях према, то вы, возможно, периодически тратите голду на эти дни према. Ну и, соответственно, 14 дней према будут стоить вам 2500 золота. Запомнили эту цифру? Теперь давайте посмотрим набор. Вам на 2500 золота в наборе за 3500 положили 14 дней према, полмиллиона серебром, x5 в количестве 10 штук на любые танки, открытое все оборудование на Sway и, безусловно, как обычно, есть слот в ангаре, который отдельно стоит 250 золота. Давайте посчитаем еще раз. 2500 за 14 дней према и 250 за слот в ангаре. Того получается, ребят, если я правильно посчитал, 2750. А знаете, сколько стоит Sway, если его продавать? Не знаете? Сейчас я вам покажу. Дело в том, что данная машина является коллекционной, если вы ее продадите, то получите 2500 голды. Теперь давайте определимся. Представьте себе, что вы покупаете набор за 3500, продаете за 2500, в итоге, получается, в сухом остатке вы потратили 1000 золота. Что вы за эту 1000 золота получаете? Вы получаете себе за эту 1000 золота, если вдруг Sway все-таки решились продать, целых 14 дней према, которые уже окупаются однозначно, потому что за 1000 вы получили 14 дней, тогда, когда 7 дней стоит 1250. Ну и, как я сказал, 14 дней стоит 2500, то есть на 1500 голды вы уже в прибыли, но это только для тех игроков, которые покупают дни према. Плюс к тому, вы получаете пустой слот в ангаре, на который вы не тратите 250 голды, и вы получаете целых 10 штучек x5, которые помогут вам прокачать какую-нибудь интересующую вас ветку. По-моему, довольно неплохо, даже исходя из вот этой математики. Но все же, я больше чем уверен, что есть огромное количество игроков, которые рассматривают Sway именно как объект для получения, точнее не так, как предмет, используемый для получения удовольствия от игры. Давайте обсудим тогда Sway не со стороны товара, который необходимо продавать для того, чтобы получить прибыль, а со стороны танка, на котором можно поиграть и попытаться получить удовольствие от самого игрового процесса. Что касается орудия. Орудие меня, в принципе, устраивает своим временем сведения, довольно-таки нормальным разбросом, довольно неплохой ДПМ для своего седьмого уровня, ну и, ребят, в целом пушка отличается очень-очень хорошей точностью. Также стоит отметить, что здесь угол склонения орудия вниз минус 10, что, кстати, тоже довольно-таки приятно отыгрывается на какого-то рода неровностях. Но есть и ложечка дегтя. Мне очень сильно всегда на Sway не хватает времени перезарядки. 8,1 секунды с учетом того, что у меня установлено оборудование на досылатель. Ну и, соответственно, ребят, если вдруг вам пробития не хватает, то вы можете поставить себе калиброванные снаряды, но в таком случае ваша скорострельность существенно ухудшается и приближается уже к 9 секундам. Поэтому я играю, когда играю на Sway чисто ради того, чтобы повеселиться и отдохнуть, то играю как раз на досылателе. Что касается брони. Брони здесь нет. Это средний танк, по большому счету, с броней от легкого, но у него есть ряд особенностей в игре, которые вас однозначно порадуют, если вы эстевод. Ну что, давайте возьмем машину и закатимся в первый попавшийся бой для того, чтобы на нее посмотреть. Итак, друзья, поехали. Правильно делаем, что сваливаем отсюда, потому что если сейчас мы встретимся вместе с ТМ-43 лицом к лицу с Химерой, то я думаю, что нам будет крайне неприятно эта встреча. Что касается первого, что хочется сказать об этой машине. Подвижность, ну, просто, просто классная. Здесь нет какой-то вялости, но в то же время не летит как самолет, но, ребят, при этом все более чем достаточно для того, чтобы передвигаться по карте, занимать нужные тебе позиции. Ну, в общем, использовать машину на разных направлениях и в случае необходимости перекатиться туда, куда требует от тебя сама игра и сам бой. Что хочется отметить. Великолепнейшее время сведения. Это действительно фишка данной машины. Сводиться очень просто. Что касается точности, то тоже на высоком уровне. И в этом основные позитивы и плюсы машины. Минус по машине. Самый большой это время перезарядки, которое меня немножко смущает. Да, неплохая альфа, которая порой приближается практически в притирку к 300 единицам. Но в то же время, ребят, хочется отметить, что, ну, хотелось бы, хотелось бы, чтобы здесь было не 8,1 времени перезарядки, а хотя бы там где-то секунд 7. Может, я, конечно, зажираюсь, но все же мне кажется, что в такой, в такой комплектации с такими ДТХ по орудию машина бы игралась, ну, гораздо приятнее. Она и так, в принципе, хороша, но так была бы прям вообще, вообще просто самолет. Так, откатываемся назад. Кстати, что касается движения назад, машина тоже довольно себе добротно откатывается и дает вам возможность вовремя спрятаться. Теперь, что касается второго минуса по данной машине, это скудная броня. На данной машине ни в коем случае не стоит лезть куда-то на передовую. Вам необходимо занимать, простите, какие-то выжидающие позиции. Ну и, соответственно, уже в самом крайнем случае, при острой необходимости, двигать туда, куда зовет вас душа, ну, либо туда, где вы нужны своим союзникам. Так, вот сейчас я, по-моему, глупо сделаю. Откатываемся назад. Слава богу, хоть откатиться могу вовремя. Это уже позитивно. Также, ребят, хочется отметить, что здесь очень хороший угол склонения орудия вниз. Он действительно очень приятный. Я надеюсь, я сейчас не помешал ему выстрелить. Он действительно очень приятный, этот угол склонения орудия. И если вы играете на каких-то неровностях, то даже несмотря на большие габариты башни по высоте, вы имеете вполне себе спокойно возможность... Секундочку, ребят. Блин, жаль. Вы имеете возможность не показывать полностью свой корпус. Вы имеете возможность вообще свой корпус не показывать. Вам достаточно приподняться на горке немножко вверх. И, в целом, вы вполне спокойно выцеливаете того, кто вам нужен. Так, теперь сваливаем отсюда. Но, слава богу. Ну, вот вам, пожалуйста, угол склонения орудия. И, как вы видите, я вообще не показываюсь с горки. Могу при этом выцеливать абсолютно спокойно нижний бронелист соперника. Ну, и, соответственно, это дает мне преимущество в бою. Вообще, с Вейм, забегая наперед, машина очень интересная. Очень приятная. Очень классная. И, когда его начали раздавать бесплатно, я лично очень сильно удивился этому факту. Ну, а когда его начали выставлять в рулетке, то, понятное дело, что после того, как его раздавали бесплатно, многие не хотели эту рулетку крутить. Ну, и многие сомневались в том, что машина действительно достойна того, чтобы на нее обращать внимание. Ладно. Заберем по захвату эту победу. Я просто хочу посмотреть все-таки на результаты боя с учетом победы, учитывая настрел на данной машине. Хотя это коллекционка, и фармить на ней как бы, ну, такое себе. Хотя весело с фаном покататься и при этом не уйти в минус, я считаю, что это дополнительный плюс в кабилку данной машины. Хотите увидеть дополнительные катки на ней, обязательно переходите по тем ссылкам, которые есть в описании к данному видео. Ну, а теперь давайте посмотрим на результаты. Был ли с нашей стороны существенный вклад в победу? Я думаю, что был. 1630 единиц урона, это, безусловно, не вау какой-то там результат, но, согласитесь, и немало, с учетом того, что происходило, и с учетом того, что мы играли против восьмерок, а не против одноклассников. Что касается, ребят, нашей результативности по команде, то второе место в команде по урону, да, с существенным отрывом ушла 8.8 от нас вперед, но, ребят, я считаю, что вполне себе достойный результат. И уж что-что, а вклад в победу мы, по-моему, сделали тот, который был необходим. Мы добирали, мы выцеливали, мы перемещались туда, куда нам надо, и машина нам позволила реализовать ее практически на, ну, я бы сказал, 90%. Вообще, на своей можно вполне спокойно накидывать и более 2000 урона, но в основном это в тех боях, когда вам повезло зайти в бои либо против семерок, либо с малым количеством восьмерок. Ну, а против восьмерок, безусловно, играется гораздо тяжелее. Вообще, разлет между седьмым и восьмым уровнями, он очень велик. И, понятное дело, что, играя против той же самой Шкоды Т-56, Свею будет, ну, крайне-крайне сложно. Но, в отличие от самой Шкоды, которая будет играть против Свея. Поэтому, ребят, принимать решение, безусловно, вам. Я вам дал максимальное количество пищи для переваривания, в частности, выгодности данного предложения, в случае, если Свея будете продавать. Ну, и показал вам машину, такой, какая она есть на самом деле, без каких-либо прикрас. Побежал снимать следующее видео специально для вас. Ну, а вы, друзья мои, обязательно подписывайтесь на канал прямо сейчас. Это очень надо для раскрутки канала. А еще ставьте лайки и обязательно пишите свои комментарии. Это помогает продвигать контент на YouTube, ну, и, соответственно, популяризировать сам канал. Спасибо вам большое за поддержку. Мира вам, друзья мои. И обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...